Добрый вечер, мы продолжаем нашу серию уроков по книге Раба Куклы Ротучува, у нас 14 глава, если не ошибаюсь, мы не учили еще 29 абзац, поэтому мы продолжим 29 абзац, он очень короткий, но мне кажется, очень важный и очень емкий. Не 29, а 30, это моя ошибка. Итак, именно из истины чистой чувы должно вернуться к миру и к жизни, и тем самым возвращают святость на ее место и утверждают царство божественного присутствия в жизни. Добрый вечер, Ширея, Тимур, Виктория, мама. Добрый вечер, я очень рад всех видеть, мы как раз только начали, вот, значит, у нас сейчас 30-й отрывок, он очень короткий, мне кажется, он очень-очень важный. Добрый вечер, Илья, давайте еще раз прочитаем, именно из истины чистой чувы должно вернуться к миру и к жизни, и тем самым возвращают святость на ее место и утверждают царство божественного присутствия в мире. Это мне напоминает, это мне напоминает Медраж, который я в самом-то деле не очень хорошо помню, сейчас с вашей помощью будем потихоньку вспоминать. Медраж был что-то типа, что вот поколение, которое грешили, начиная с первого человека, потом поколение потопа, потом поколение немрода и так далее, они поднимали божественное присутствие с земли все выше и выше на небо. На, не знаю, там, на первый купол, на второй, до седьмого, по-моему. И потом пришел Авраам Авель и начал это делать все потихонечку спускать, либо сам, либо Авраам, и царь Яков, и потом уже колено Израиля. Как бы они занимались тем, что спускали божественное присутствие с неба обратно на землю. Если мы вспомним, как бы, в чем вообще наша задача, она не в том, чтобы хранить духовное на небе, Бога держать в заперти на небе. Бог создал этот мир, потому что он хочет присутствовать здесь, внизу, в этом нашем материальном грубом мире. Он хочет его, чтобы мы его, в общем-то, подняли, осветили, и чтобы мы приготовили место для Бога здесь, в нашем этом мире. Это очень просто, и это абсолютно неверно, занимаясь такими духовными делами, практиками, шувой, поднятием и так далее, отстраниться от этого мира. Это естественно и неверно. И этим занимаются очень многие религии. То есть, кто такой святой человек? Человек, который от этого мира отстранен. И здесь мы в нашем отрывке видим, что Раф пишет полностью противоположное. Именно из истинной чистой чужой должно вернуться к миру и к жизни. И тем самым возвращают святость на ее место и утверждают царство божественного присутствия в мире. Если святой человек, он отстранен от мира, как бы, а он святой человек, он человек Бога, и мы понимаем, что Бог, он тоже отстранен от мира. Как бы, Бог оставил этот мир. Божественное, оно на небе. Духовное, это на небе. Каких-то там, в высоких сферах. А наш мир, как бы, ну, не знаю, оставлен дьяволу, допустим, что-нибудь такое. Правильное поведение евреев и любого человека – это именно опускать святость здесь в мире. Я могу временно подниматься на небо за святостью, я могу временно отстраняться от мира. Допустим, в Йом-Кипур я не ем, я не пью, я не делаю никакую работу. Я только, так сказать, забираюсь в синагоги и молюсь. Но это не с тем, чтобы вот смотреть, какой идеал, и мы стремимся к тому, чтобы вся наша жизнь превратилась в Йом-Кипур. А он с тем, чтобы вернуться. Да, то есть, мое вот наше все это духовное поднятие, какие-то там божественные сферы, достижение Бога и так далее, не с тем, чтобы там остаться, допустим, как нирвана, да, индийская. Это не цель. А это с тем, чтобы вернуться. Вернуться назад. В более большом масштабе это, конечно, цель создания народа Израиля. Потому что если задача, как бы, она подняться к Богу, то не нужен никакой народ. Поднимаемся к Богу, и все хорошо. Мы хотим приготовить, как-то принять Бога в гостях у нас. Соответственно, нужно, так сказать, прибраться немножко дома, помыть окна. Это то, чем мы занимаемся. Мы готовим нас, и мы готовим мир для того, чтобы он был достоин принять Бога сюда. Наша задача – спускать божественное присутствие, священную, в этот мир. Для этого мы можем временно подниматься наверх. Но, опять-таки, главное здесь не перепутать, что основное, а что не основное. Когда я четко понимаю, что главное, что второстепенное, я могу заниматься второстепенным даже большую часть времени. Но главное здесь понимать, что главное, что второстепенное. Соответственно, еще раз, давайте пройдемся по этому отрыву, который вот из всех этих сторон, он, мне кажется, очень-очень важен. Именно из истинной чистой чувы должно вернуться к миру и к жизни. Это как бы Раф здесь, у него полемика с мнением, которое говорит, что правильная чува – это вот быть святым и оторваться от мира. Нет. Если мы сделали правильную чуву, то мы возвращаемся к миру, возвращаемся к жизни. То же самое. Очень частое представление, что святость, она противопоставляется жизни. Это может быть верно для времени изгнания. В общем, это абсолютно неверно. Тем более, это неверно для времени избавления, возвращения нас в землю Израиля. И это не просто так, только для нас, это для всего мира, значит, для всего мира пришло время избавления. Нам нужно святость ассоциировать не только с оставлением и отделением от мира, а наоборот, с возвращением в мир и с возвращением к жизни. Именно из истины чистой чувы должно вернуться к миру и к жизни. Соответственно, это также признак, а правильную я чуву делаю. Если после того, как я сделал правильную чуву, я легче, проще и лучше вернулся к жизни и к миру, значит, да. Если нет, то, может быть, мы застряли где-то посредине, может быть, вообще пошли куда-то не туда. И тем самым возвращают святость на ее место в этом мире. На небе она есть и без нас. И утверждают царство божественного присутствия в мире. Не в мире оно есть и так. Мы хотим его здесь. Соответственно, остановимся на этом. Я более или менее сказал все, что хотел. Ну, а теперь, как у нас принято. Ваша очередь. Что замолчали? Я в целом, может быть, не услышал ничего нового. Где-то я, похоже, уже слышал, что нужно быть очень осторожным, чтобы потерять, разочароваться в этом мире и сделать неправильный вывод о том, что отстранение от этого мира есть приближение к святости. Как-то так. Ну, во-первых, спасибо. Во-вторых, это здорово, что вы это уже слышали, потому что это, в общем-то, это то, что называется основа иудаизма, которое, к сожалению, мы редко повторяем себе, а больше заняты, не знаю, там, практическими законами или чем-то подобным. Поэтому, видимо, есть много мест, где-то можно услышать, это правильно, безусловно, конечно. Но эти вещи, как это еще Рамхаль говорил, да, их стоит повторять, чтобы не забыть, потому что они общеизвестны, поэтому мы их не повторяем, да, с большим тему. Ну, да, так, в общем-то, это и должно быть. Как-то прописные цены должны быть всем понятны. К большому сожалению, очень распространено у нас тоже мнение о том, что вот именно мир это плохо, и чем мы от него больше отодвинемся, тем будет лучше. И мы действительно видим в мире очень много, что еще нужно исправлять, что не исправлено, много зла, много всего нехорошего, и очень естественное такое движение, а вот мы давайте будем такими праведниками в шубе от этого мира отделимся, и будем, вот у нас здесь делаем, например, самую праведную общину. Будем друг другу помогать. А что там с миром? Ну, такое вот так. Большое спасибо, Тимур, кто-то еще хочет что-то сказать? Да, у меня такой вопрос. Да, я просто прошу несколько вопросов. Ширель, да, давайте по очереди. А такой вопрос. Если мы говорим о возвращении к миру и к жизни, то откуда мы возвращаемся? А что надо говорить? Что за процесс? Отлично, большое спасибо, Ширель. Отлично за вопрос. Мы возвращаемся от греха. Грех нас вырывает и от мира, и от жизни. От чего нас возвращают? Я так это понимаю. Давайте подумаем, может быть, еще какое-то, можно еще какое-то понимание этого. И еще. Можно понять это так. Процесс чувы, он нас доодоляет от мира. Пока мы делаем чуву, мы как бы созрабатываемся в себе. Нам нужно, может быть, какое-то спокойствие, нам нужно действительно какое-то расстояние от мира взять. Но если в конце концов мы возвращаемся к миру, это правильная чува. Если нет, то, видимо, не очень. Вот можно так поехать. Я вот, пожалуйста, предложил два объяснения на выбор. Одно, что грех нас забирает и от жизни, и от мира. А второе, что чува нас забирает тоже от жизни, и от мира временно. И если она возвращает нас обратно, то это правильно. Ширель? Видимо, Ширель немножко отвлеклась пока. Неважно. Виктория, вы хотели что-то еще тоже сказать? Да, я хотела сказать, что на самом деле мы учили такое, что отдаление от общества, оно чревато гордыней в первую очередь. То есть мы вот самые-самые, мы вот такие святые, мы такие. Это гордыня, которая все больше и больше будет отдалять нас от общественного. А по поводу, куда возвращает, ну, естественно, мы же получаем радость от этой жизни. И если мы, если чува нас не вернула обратно к людям, если общение, ну, просто вот жизнь не приносит удовольствия, значит, чува не сделана. Если радости нет, я думаю, так, вот в этом возвращении, что ты с такой радостью, с открытой душой идешь уже к людям, тебе нечего прятать, у тебя нет греха, тебе нечего стесняться, и ты, наоборот, довольно счастливый идешь. Здорово, глубоко и очень классно. Большое спасибо, Виктория. Да. Да. То есть это, естественно, радоваться жизни. И если ты рад, то ты без греха, мы что-то такое даже учили. Да. То есть это, конечно, опасная немножко точка зрения, но она правильная. Да. Нужно понимать, чего опасаться, но, безусловно, это, конечно, опасаться нужно того, чтобы не начать тыканем заниматься. Ты в депрессии, значит, это самое, срочно делать шоу, да? А как-то на себя и более спокойно. Отлично. Большое спасибо, Виктория. Да, это мне очень понравилось. Кто-то еще хочет что-то заметить? Я не уверена, меня слышно будет. Слышно вас, Елена. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Всех рада так сказать, видеть. Я, извините, опоздала. Может, предыдущий отрывок. Но вот этот, который я увидела, мне показалось, что это как будто как методика. То есть как нужно делать. То есть из чистой чулы вернуться, чтобы приготовить в этом мире место для ранения. Да, да, да. Метод для Всевышнего. Метод для Всевышнего. Для Божественного присутствия. То есть сразу инотар, да? Ну, то есть я имею в виду, что мне показалось, что тут больше акцент на то, как нужно сделать. То есть ты можешь приготовить только, вернувшись из полной чулы. Ну, соответственно, вот на вопрос, откуда возвращаешься. Когда возвращаешься из этого состояния, когда ты сделал полную чулу, чистую, светлую. И только с этим ты можешь вернуться, чтобы, ну, для вот такой степени. Да. Отлично. Большое спасибо. Хорошо. Да, давайте, с вашего позволения, посмотрим следующий отрывок. С вашего позволения мы сделаем сейчас вход к нему. Мы пропустим 31 отрывок и перепрыгнем от 32, а 31, вы не напомните в следующий раз, то это наша задолженность будет. Хорошо? Итак, урота Шува, глава 14, отрывок 32. Мы же близко к концу, на самом-то деле, к книге всем. Нужно спешить сделать Шуву за всякий грех, будь он даже из очень легких вещей. Ибо задержка Шувы, подобно задержке нечистоты в краме, и задержке запрещенных в сочетании нитей в одежде, и задержке квестного в Песах, когда каждое дополнительное мгновение само по себе есть отдельный грех. И при повторении легкого греха многократно становится он как канат для телеги. Мне кажется, это здесь а-глобль. А-глоб, да, для телеги. Мне кажется, это деревянная такая вот палка толстая. И человек, стоящий на ступени высших постижений, должен делать Шуву за каждое лишнее слово, вышедшее из его уст, или даже слово необходимое, святое, сказанное без внутренней святости, мысленное и чувственное, подавающее ему по его уроку. Ну, итак. Значит, что я сразу говорю, что есть смысл, есть значимость в том, как быстро я делаю чудо. То есть теоретически можно сказать, мы сделали грех, я сделал грех. Благодаря разница, я сделаю Чуву сегодня, сейчас же, или там в конце месяца, в конце года, еще говорю. Главное, чтобы я раскаялся, как положено, сделал Чуву, и все будет хорошо. Нет, это не так. Чем раньше, тем лучше. И более того, если мы не делаем чего-то, как бы мы... Что мы говорим? Себе. В первую очередь, что, в общем-то, нормально то, что мы сделали. Не о чем раскаиваться. И это само по себе, конечно, тоже дополнительный грех. То есть первый грех – это то, что я сделал какую-то нехорошую вещь. А последующий грех, который как бы вот касится, как снежный ком, это то, что я не делаю Чуву. Сейчас и сейчас тоже не делаю. И сейчас тоже не делаю. Каждое вот это вот мгновение – это отдельный дополнительный грех. Потому что, если я сделал какую-то нехорошую вещь и сделал сразу Чуву, в общем-то, понятно, да, что я делаю это случайно. Я не нахожусь там. Даже если я сделал это, имел это в виду, я быстро осознал, что это плохо и неправильно. Если нет, то это говорит о том, что мне с этим хорошо, я считаю, что это все верно. Я как бы держусь за этот грех, я его оправдываю в своих глазах. Я считаю, что с грехом все правильно. И это, конечно, само по себе тоже прегрешение. С чем работо сравнивает? Работо сравнивает с заповедями. У нас есть некоторые предрешения, которые обладают этим самым качеством. Когда не только само действие, это грех. Допустим, я украл у кого-то 100 шекелев, не дай бог, да? Какие-то деньги. Я украл. Это один грех. Мне нужно сделать Чуву, вернуть то, что я украл. Все, все положено. Есть прегрешение, когда каждое мгновение, когда я могу это прекратить, я не прекращаю, оно само отчитывается как отдельный грех. Лавдис приводит кейбл. Например, задержки нечистоты в храме. Священнослужитель, коин, допустим, да? Когда ходит по храму, не знаю, вдруг на него откуда-нибудь упала, не знаю, дохлая летучая мгновь. Он стал, он приобрел нечистоты. Нельзя коину приобретать нечистоты. В данном случае само по себе приобретение нечистоты, допустим, как вот его нарисовали, это как бы коин тут ни при чем. Но вот он стал нечисто. В этот момент у него есть заповедь. По кратчайшей дороге покинуть храм и, значит, первым делом оттуда выйти. А если поин не пошел по кратчайшей дороге, а он решил еще, не знаю, задержаться на храме. Каждое мгновение, пока он задерживается на храм за горе и не уходит оттуда, это отдельное прегрешение. То же самое, второй пример, который приводит, это шатные, запрещенные нити на одежде. Тоже, может быть, я имел в виду сделать грех и там не проверил. А может быть, случайно не обратил внимания, взял, не подумал, не знаю, что. Какой-то это обнаружилось, что на мне рубашка, она там есть шатные, там есть запрещенные нити. Теперь, то, что на мне есть рубашка, которую запрещено одевать, это одно дело, может быть, я это сделал умысленно, с умыслом, может быть, это так случилось, я тут ни при чем. Но в момент, как я это знаю, я эту рубашку не снял, в каждое мгновение, пока я ее не снял, это отдельное прегрешение. Еще раз повторяю, так не со всеми грехами, но есть некоторые. И третий пример, который РАФ приводит, это хвастное на АПС. Запрещено, понятно, все хвастное на АПС. Но вот все хорошо сделали, сделали уборку на АПС, а потом, не знаю, посредине праздника нашли пачку вафель, где-нибудь там в шкафу. Каждая секунда, то есть то, что нельзя, но каждая секунда, что я это пока не убрал из своего владения, это тоже не идет как отдельное прегрешение. РАФ берет это как автипус, как трафарет, говорит, точно таким же образом у нас работает чува, когда мы не сделали чуву быстро, а тянем с этим. Это плохо тянуть чуву, даже за мелкие правонарушения. Я здесь вспомню близкие к этому слова РАФ Шерки, но не полностью. РАФ Шерки говорит, что есть времена, которые подходят для чувы, и есть времена, которые меньше подходят для чувы. Чува в нашем понимании не только грех, это также подведение итогов. Лучшее время для чувы – это все времена, которые они время окончания чуволика. Это время подведения итогов. Конец дня, конец недели, конец месяца, конец года. Конец дня у нас есть шма Исраэль перед сном. Там часть этой молитвы это ведут. Это чува. Это хорошее время сделать чуву, подумать, что мы сделали за день, что нужно исправить. Исправить и как это идти спать с верхним сердцем. То же самое перед переходом в субботу в конце недели. И в конце месяца у нас есть то, что называется емки пурка там. Как это? День искупления. Понемножку, понарошку. Маленький. В конце месяца. И в конце года, конечно, у нас есть емки пурки. Соответственно, то, что говорит Рамшархи, я не думаю, что он входит с Рапкуком. Но тем не менее, договорить, что, допустим, в середине дня, с утра, это не очень подходящее время для чувы. Это время для действия. Когда время действует, не время подводить итоги, раздумывать. Можно сейчас, как-то, быстренько с утра вскочить с кровати, почистить зубы, бежать на молитву, на работу и так далее. А вот в конце периода любого, это отличное время для чувы. Понятно, что если идет... Давайте попытаемся Рапкука и Рапшархи все-таки совместить, а не оставить их в споре друг с другом. Ну и скажем так, если мы хотим подвести итоги, то, видимо, лучше это сделать в конце этапа. А если мы сделали какой-то грех, реально, да, уже, то чем быстрее мы сделаем чуву, тем лучше. Теперь у нас вторая половина. Вторая половина уже относится, видимо, к нам немножко меньше. Она уже относится больше к кем-то, кто больше похож на Рапкука. И человек, стоящий на ступени высших постижений, должен делать шугу за каждое лишнее слово, вышедшее из его уст, или даже в слово необходимое и святое, то есть не лишнее, сказанное без внутренней святости, мысленное и чувственное, подобающее ему по его уровню. Как мы уже говорили, у нас есть возможность сделать шугу не только за грех, но и за что-то, что сделано правильно и хорошо, но можно сделать лучше. Понятно, что это место для шувы, несмотря на то, что если здесь гре, это еще непонятно. Но в тот момент, когда можно улучшать, то понятно, что есть место для шувы. Как мы уже говорили, шува – это не обязательно про грех. Соответственно, праведник, который говорит какое-то слово, которое необязательно ему было сказать или обязательно было сказать, но он не сказал это в соответствии со своим уровнем, как ему бы стоило, то ему тоже нужно делать шуву и делать шуву быстро. Ну вот так. Соответственно, ваше очередь. Ну, если сразу не делать шуву, то естественно, это как, совершенно согласно, как снежный ком, как для телеги вот эту. Вот. Ну, да, по-моему, так. Вот. Дело в том, что это вообще может войти в привычку. То есть, если это что-то мелкое незначительное, вроде бы незначительное, то один раз не сделал, второй раз не сделал, а потом ты забыл. И оно так и будет сидеть и просто нарастать и копиться. И в результате докопаться до причин, почему ты себя плохо чувствуешь или у тебя плохое настроение, будет практически невозможно. Потому что накопилось, вошло в привычку и все. Ты же мелкие вещи, естественно, забываешь сразу. А вот вроде бы мелкая вещь, да, вот там нитки или еще что-то. И вот так вот потихонечку в привычку входит и все. И препятствие божественному свету есть, а не понять, в чем дело уже. Знаете, что мне понравилось то, что вы говорите. И более того, у нас еще через несколько минут или несколько час, мы сможем вернуться к 31 абзацу. И вот в свете ваших слов вы уже лучше понять. То есть в 30-х, простите, в 2-м, мы увидели, что если мы повторяем, даже этот самый грех легкий, он становится тяжелым, и мы не замечаем это и можем забыть. Мне кажется, что-то похожее говорит как раз 31 абзац. И вот в свете 32-го, мне кажется, его будет проще нам понять. Давайте посмотрим. Каждый, кто позволяет вселенность в словах Торы, нет у него силы выстоять в день беды. Ой, прошу прощения, я не сделал шею. Каждый, кто позволяет вселенность в словах Торы, нет у него силы выстоять в день беды. Тоже относится даже к одной заповеди. Всевышний пробуждает свое великое милосердие, вспоминая человека во время беды, его хорошие стороны, и пробуждение к святости слов Торы и Заповедей. И с самого несчастья пробуют на вкус каждую мелочь из проявленной лени Торы и Заповедей, и совершают шубу. И Всевышний принимает. И с самого несчастья открывает возможность искупления и освобождения. Во-первых, давайте обратим внимание на построение этого открытка. Раф Кук привел слова мудрецов, и он их объясняет таким образом, что на первый взгляд он полностью выворачивает этот смысл на изнанку. Он здесь делает из горького сладкое. Давайте внимательно посмотрим. Каждый, кто позволяет себе ленусь в словах Торы, нет у него силы выстрелить в день беды. Что это такое? Это угроза. Это предупреждение. Если ты сегодня будешь лениться Торе, когда наступит день беды, у тебя не будет силы выстрелить. Поэтому быстро испугайся. И не ленись Торе. Теперь давайте внимательно посмотрим, что Раф делает с этим предостережением мудрецов. Во-первых, первым делом он это расширяет. Тоже относится даже к одной заповеди. А теперь мы начинаем смотреть, что происходит у нас реально. Всевышний пробуждает свое великое милосердие, вспоминая человека во время беды, его хорошие стороны и пробуждение к святости с Лавторой заповеди. Время беды – это особенное время. Это особенное время в том числе для общения человека со Всевышним. Есть такая заповедь, что пока мертвый не похоронен, нельзя учешать человека. спрашивается, почему? Ответ – потому что в такой ситуации человек не способен принять утешение. Вопрос – зачем Всевышний создал такое время, когда человек не способен принимать утешение? ответ – потому что в этот момент человек общается напрямую со Всевышним. Это время может быть использовано, но оно не может быть. Это время общения со Всевышним. Поэтому в это время человек не может принимать утешение. То есть это очень особенное время. Время беды. Всевышний пробуждает свое великое милосердие, вспоминая человека во время беды его хорошие стороны и пробуждение к святости слов Торой заповеди. И из самого несчастья пробуют на вкус. Кто пробует? Человек, который в этом несчастье. Каждую мелочи, проявление лени, Торой заповеди. Как это? А мы начинаем… То есть Всевышний со своей стороны проявляет милосердие. Мы с нашей стороны. У нас нет сил, как сказано вначале, тот, кто ленился в словах Торы. Ему нет сил. Соответственно, мы вспоминаем всю нашу ленность в Торе и в заповедях. Из самого несчастья пробуют на вкус каждую мелочь проявление лени в Торе и заповедях. И совершают кшиву. Несчастье – это, безусловно, хорошее время сделать кшиву. Это время, когда даются обеты. Это понятно. И Всевышний, конечно же, принимает кшиву. И что получается? Из самого несчастья открывается возможность искупления и освобождения. Лучше всего не лениться в Торе и заповеди изначально. Но то, что Рав нам раскрывает, что в самом несчастье у нас спрятан потенциал искупления и освобождения. И, соответственно, как это связано со следующим отрывком? Связано с тем, что мы тут говорим про мелкие вещи, несерьезные простые. И как раз мы их распробуем именно, когда у нас случается какая-то беда. Соответственно, видимо, может быть как раз то, что в следующем отрывке мы говорим о мелких прегрешениях, о которых мы не обращаем внимания, и потом они наступаются один за другим. Когда у нас приходит беда, это нас останавливает от нашего бега, круговорота жизни, выводит нас немножко пус, остановку, и мы это хорошее время действительно вспомнить какие-то мелочи, которые мы не обратили внимания, сделать шву, Всевышний ее принимает. То есть у нас получается, что беда у нас, а из нее мы, у нас получается возможность к иступлению и освобождению из своего несчастья. Вот как-то так, вот сейчас вашего позволения, я бы хотел бы, наверное, вот таким образом это объяснить. с другой стороны я сразу скажу, этот весь отрывок я его не до конца с ним его понимаю, вот скажем так. Поэтому я его и пропустил вначале, но вот после того, что сказала Виктория, мне показалось, что вот так его объяснить это будет хорошо. что-то хотите сказать с завершения вашего урока? Это у меня такое вот очень хорошее, не знаю, хорошее, нехорошее, но с моей точки удачное сравнение, что здесь буквально в паре отрывков Раф вкратце объяснил несколько глав из Меселат и Шарима Рамхаля о качестве осторожности, о качестве расторопности. Осторожность в том, чтобы не совершать греха, расторопность в том, чтобы проявлять всяческую расторопность в исполнении заповедей, чтобы, как говорили, заповедь не заквасилась в руках. Здорово, отлично. Большое спасибо. Как красота. Здорово, здорово. Большое спасибо. Кто-то еще хочет что-то напоследок сказать? Я подумала, что если ты говоришь, что скоро закончим книгу, соответственно, такой длинный курс, может, мы в конце подумаем все, что мы, знаешь, как это, в конце каждой окончания торы, да, делают такой урок, что на тебя как повлияло. Ну, не знаю, что такое. Да, сейчас я смотрю, мы на 130-й странице, у нас всего 149, осталось меньше 20-ти страниц, где-то вот еще меньше, чуть 15-ти процентов того, что мы уже выучили. Да, 15-ти процентов. Так что, да, мы уже близко к концу. Следующий отрывок просто как раз упоминает то, что мы начали говорить, о том, что времена окончания, они характеристики дшвы. Как раз вот утрак немножко по этому тоже говорит. Здорово. Я принимаю ваше предложение, подумаем, что сделать, действительно, сделаем завершающий урок, потому что курс у нашего несколько, несколько лет уже, года три, по крайней мере, мы учимся вместе, если не будешь. Это, безусловно, да. Да, через столько просто прошел весь курс. Да. Отлично. Хорошо. Хорошо. Всем огромное спасибо. Спасибо. Елена, большое спасибо за помощь в распространении. Огромное спасибо за переводы. Всем огромное спасибо за участие. разуверите, вы меня тоже очень хорошо направляете, с вашей помощью у меня тоже появляются какие-то идеи. Всем огромное спасибо. Встретимся с Божьей помощи через две недели. Добрый вечер. До свидания. До свидания. Субтитры